Всем привет! Сегодня будет приготовлен сложнейший кулинарный шедевр. Это будет вареная кукуруза. Почему? Потому что ностальгия. Бывает маленьким 5, 6, 7, 8, 12 лет, едешь в поезде с родителями на юг куда-нибудь, в отпуск. И вот когда уже начинаются южные станции, южные города России, ну уж, а если Украина, то и подавно, там на перроне сразу, если поезд стоит чуть подольше, сразу появляются бойкие тетеньки, у них сумки, авоськи, корзины, кастрюли. И в том числе из всех предлагаемых блюд, всей еды, которую они предлагают, они очень часто предлагают вареную кукурузу с солькой. Очень вкусно. И вот сейчас, когда уже в преддверии зимы, там уже на улице холодно, хочется вспомнить лето, хочется вспомнить поездку на юг, хочется поесть кукурузы. Тем более, что, как ни кукуруза, лучше всего подходит для концепции гаражной еды. Вот у меня уже копит вода, потому что наисложнейшее блюдо состоит из двух ингредиентов. Это сама кукуруза и вода. Хотя вода, наверное, это не ингредиент. Отрезаем хвостики. Или это не хвостики. Вот. И отрезаем носики. С небольшим количеством вот тут початка. Выкидываем. Выкидываем. Отлично. Так, ну верхние листья грязные, такие черненькие, я уже снял с нее. Значит, и считается, почему-то, я не знаю почему, что... что кукурузу надо варить с листьями. То есть, кладем в кастрюлю в кипящую воду листья. Так, вот они, эти листья. Так, нитки мы вот эти вот не берем. Так, нитки мы выкидываем. О, а что это-то сломалось? Видать, кукуруза где-то пострадала в боях. Так, ну снимаем нитки, сколько снимается. Важно, чтобы кукурузу, но кукурузе не было таких сморщенных зернышек. Вот тут буквально считано единицы таких зернышек. Это значит, что она уже немножко полежала и начала отдавать влагу. Ну, как вы хотели, уже осень. Вот, собственно. И все. Значит, варится она будет где-то час, может полтора, что опять же очень хорошо вписывается в концепцию гаражной еды. Почему вписывается? Потому что поставил, варится, хоть час, хоть два, хоть три, оно не переварится. Захотел, проголодался, выключил. Готово. Сделаем небольшую паузу до того момента, как она сварится. Так, ну, прошло время, я немного проголодался. Смотрим, что получилось. Ну, я уже выключил. Отлично. Где моя любимая тарелка? О! Кукуруза. Желтенькая. Красивенькая. Ровненькая. Ну, так. В меру, как может быть ровненькая кукуруза. Вот такая она. Ну, что? Представим, что мы едем в поезде. За окном меняются пейзажи. У нас есть купленная у шустрых тетушек кукуруза. У нас есть мелкая соль. У нас есть чай. Жалко только, что не в стакане с подстаканником и с двумя кусочками сахара такого вот упаковочки. На упаковочке нарисован поезд, по-моему, если я не ошибаюсь. В общем, наше паровозное, поездное паровозное блюдо готово. Но чем оно будет отличаться от того, что, о чем я ностальгирую, так это вот этим сливочным маслом. Там сливочное масло не подавали. Как мы будем делать? Будем его вот так вот намазывать на горячую кукурузу. сливочное масло. Эта кукуруза варилась у меня часа два, наверное. Вот, берем сливочное масло, оно туда проникает между зернышками. Теперь мы немножко посолим, слегка, чуть-чуть, вот так вот. Пробуем? По-моему, очень вкусно. В этом году в нашей деревне классно кукурузу продают. Ну, что можно сказать в заключении? Еда, она не только, так сказать, характеризуется вкусом, цветом, размером, сложностью приготовления, а еще и воспоминаниями, которые приходят, когда ее потребляешь. Вот эта вот простая кукуруза вернула меня в детство. Беззаботные времена, каникулы, поездки на юг, поезд. Ну, как-то так. Спасибо за внимание. Всем пока.